так ну давайте собственно начинать наверно сегодня речь у нас пойдет про видеонаблюдение а точнее про коммутаторы которые используются в системах видеонаблюдения точнее коммутаторы функция по коллеги у всех есть звук поставьте плюсик так ну давайте продолжать презентация видна и речь сегодня про коммутаторы коммутатор с функцией поя для проекта видеонаблюдения но все вы знаете наверно что видеонаблюдение такая достаточно обширная отрасль сейчас активно развивается поэтому мы как дистрибьюторы тоже смотрим в этом направлении и сегодня скажем так выделили часть продукции которые мы считаем достаточно хорошо вводятся на проект видеонаблюдения да и собственно о них и пойдет речь ну для начала давайте наверно пробежимся в принципе зачем использовать поя видеонаблюдения многие камеры имеют разъем собственно это стационарного источника питания и поя наш ответ на этот вопрос звучит следующим образом что в случае отказа как бы от поя да вы привязываетесь к определенным блокам питания необходимости прокладывания соответственно электропроводки тем самым увеличивается как время монтажа так и собственно удобство монтажа удобство дальнейшего обслуживания системы ну как следствие мы видим что собственно применяя поя вы экономите как и на капитальных так и на операционных затрат а вот мы можно сказать что на самом деле 90 процентов проекта в основном используется данной технологии на подключение камер какие бывают устройство понятно это коммутаторы непосредственно отличие от обычных коммутатор только по факту наличие данной технологии на каждом парку может передавать еще и питание параллельно с данными поломерной паре и самое простое устройство это по инжекторы ну и буквально вкратце о различиях стандартов какие стандарты существуют сейчас на рынке да папа и какие подходят под телевидение какие нет наиболее распространенным стандарты так называемый активный поя стандартный поя называется по стандарту и 8023 а ты многие называют по и по и плюс эти вещи это стандарт скажем так интеллектуального поя то есть устройство понимает если на той стороне оппонент нужно ли ему выдавать питание каком объеме нужно выдавать питание для камер различные питание варьируется от использования если там допустим красная подсветка ночью включается начинает больше кушать если там моторизированная камера опять же бюджет растет подогревом и так далее соответственно в проектах виде наблюдения мы рекомендуем использовать на активное поя по стандарту 8023 а также я на рынке можно встретить более бюджетные варианты это пассивное поя так называемое но его применение в основном это вай-фай точки доступа которые скажем так имеет постоянное питание да не не скачущее зависимости от использования поэтому там более бюджетный вариант технологии где устройство не понимается коммутатор не понимает если на той стороне абонент на дачу питания постоянно выдает на порт определенный вольтаж и соответственно там что будет при этом монет опять же там подбора по мощности выдаваемые и так далее в проектах виде наблюдения мы крайне рекомендуем использовать данные решения могут быть права с этим проблема как по совместимости так и в принципе с дальнейших гарантий скажем так на устройство и есть также устройство на рынке это назовем универсальное устройство которое поддерживает и активное пассивное кое и умеет определять какой оппонент на той стороне какого стандарта активного и пассивного у нас тоже такое решение есть начнем по вендорам разбив куда что каждый из них предлагается вот проекта видеонаблюдения начнем с относительно нового для нас вендоров айтек это китайский производитель достаточно давно на рынке веке да существовала ккм компания но вот последние годы непосредственно занимается своим брендом соответственно какие линейки какие решения в данном гендерях предлагается начнем самых бюджетных и так по возрастающей дальше будет по презентации эти самые бюджетные коммутаторы это 100 мегабитные коммутаторы неуправляемые коммутаторы поддерживающие стандартный активный поя поя плюс 8023 а то есть до 30 ватт в максимум на порт можно выдавать на устройство при этом коммутаторах реализованы дополнительные функционал как то 250 метров передачей питания и соответственно данных на расстоянии до 250 метров по медной паре режима национал хвост во всех коммутаторах стоит грозозащита 6кв на каждый порт рабочая температура чуть расширена относительно стандартных коммутаторов от минус 10 до плюс 55 градусов ну и ценник крайне приятное на данное устройство линейках коммутаторов выглядит таким образом то есть это модели от четырех от подключения четырех камер до сорока восьми камер да при этом есть модели с различными оплинками то есть 100 мегабитными плитками с гигабитными медными с оптическими и отличаются модели по общему аватажу право таж я всегда рекомендую нашим партнером принципе это даже не только по проектам видеонаблюдения не только к этим проектам относится но и собственно кликбом другие используются по технологии это всегда считать бюджет абонентов но в данном случае бюджет потребляемо всеми камерами которые вы будете подключать коммутатор и сравнить их с бюджетом выдаваем коммутатором желательно иметь процентов 20 запас на абонентов по мощности на возможное расширение системы допустим камеру дополнительно достаточно вам в дальнейшем не менять просто питающие устройства на более там дорогое сразу как бы вкладываться у вас был какой-то запасе а вот мы в таблице сравнения потом можете посмотреть записи в ютюбе более детально какие функционалы каждой модели поддерживаются далее линейка тоже неуправляемые коммутаторы тоже 100 мегабитные но с общим бюджетом побольше чем предыдущая линейка собственно представлена в таком варианте то есть на 4 порта несколько моделек на 8 портов на 8 камер и на 48 ну и дальше немножко пробежимся собственно про вот этим этому дополнительно функционалу именно неуправляемых коммутаторах которые присутствуют производителя это первое это режим extend передачи питания и данных на расстоянии до 250 метров по литой паре рекомендации при этом использовать 5 или 6 категории кабель соответственно при этом снимается ограничение если сравнивать с другими стандартными коммутаторами это достаточно удобно и очень часто применяется видеонаблюдение через репитеры какие-то дополнительные усилители здесь собственно вы можете напрямую подключать камеру на большое расстояние режим в лан так называемый но здесь не ильдвардный валан немножко урезанное но тем не менее это некая изоляция квартов означает то что подключенные камеры в локальный портам трафик от этих камерами он абсолютно изолирован друг от друга то есть допустим если на какому-то порту по какой-то причине получил тост злоумышленник да то он без включенного данного функционала может собственно получить все данные с соседних камер там посмотреть что на них происходит и плюс ко всему можно запустить широковещающий шторм и опять же заглушить грубо говоря там сигнал от камер при включенном режиме в лан такое реализовать невозможно то есть все порты изолированы друг от друга и идет только наверх нельзя непосредственно доступ получить к соседним абонентам да забыл сказать что вот предыдущие два режима то есть вот режим экстенд и режим в лан это отключаемые режимы они реализованы в виде физического переключателя на корпусе коммутатора с передней панели вот внизу как раз видно большой переключатель он трехрежимный режимный стандартный режим без этих функционалов режим 250 метров и режим в лан и следующая функция это функция поз приоритизация на определенных портах это функция которая не отключаема она реализована непосредственно коммутатор она позволяет собственно она вернее организует приоритет наивысший да на определенных портах в коммутаторе допустим на слайде изображено в данной модели два первых порта они имеют наивысший приоритет и соответственно если вы вдруг этот коммутатор используете как универсальный да и ему подключаете камеры телефоны компьютеры так далее вы можете выбрать для себя от каких устройств трафик будет идти с наивысшим приоритетом ну поскольку безопасность как правило на первом месте то соответственно и в эти приоритетные порты включаются как правило камеры либо если у вас большой объект то можно разграничить что вот с этих камер приоритет быть наивысший по передаче трафика дополнительно еще можно отметить у нас в этих линейках присутствуют модели с тремя пленками с тремя гигабитными пленками и это достаточно интересно удобно применять проектах видеонаблюдения в тех случаях когда можно поставить небольшой локальный пост оператора и при этом еще локально и хранилку поставить два порта используя как раз под эти назначения под ранения и под оператора и один апплинг для связи уже вовне с вышестоящими сетями идем дальше следующая линейка это гигабитные управляемые коммутаторы у них собственно такой же стандарт 8023 от айф активный все нормально под видео самый раз подходит 30 ватт опять же на порт можно выдавать режим балан здесь есть 1050 отсутствует уже да поскольку на либите такой функционал нельзя реализовать так же но собственно из бонусов это шесть кого защита опять же это рабочая температура от минус десяти до плюс пятьдесят пяти и есть модели которые имеют два источника питания можно резервироваться по питанию постоянкой от перемен по питанию но выглядит это вот таким образом фотографии сделали с обратной стороны коммутатора стандартные 220 вольта и разъемчик под постоянку модельный ряд неуправляемых коммутатором выглядит очень таким образом то есть от 4 до 8 камер наиболее ходовые такие вещи которые используются мы предлагаем нашим клиентам по бюджету похоже наверно на 100 мегабитные камеры которые с повышенным под бюджетом и в гигабите у нас также есть и более серьезное решение под проект распределенные это льдва коммутаторы собственно опять же активные поя 800 до 30 ватт на порт ну здесь уже собственно полноценные льдва в интерфейс командная строка сммп различные функционала собственно посредственно от 2 до это все эти вещи да плюс работа с кольцами и так далее по списку то есть девяносто девять процентов проектов видеонаблюдения для них это функционал с головой также есть моделька с двойным питанием оси деси и шестковая защита здесь и 55 как в предыдущих линейках выглядит таким образом то есть тоже такие распространенные по портам модели на 8 портов на 16 на 24 соответственно с оптическими оплетками с двумя гигабитными портами различного этажа средний этаж достаточно приличный в принципе здесь мне добавить особо нечего дальше соответственно вот про модель на данный момент она одна это про универсальная модель который поддерживается и активно и пассивно входит понимает что на той стороне устройства будь то вайфай точки или домофоны либо это камера да и выдает нужный стандарт на порт то есть можно не бояться что вы что-то спалите и плюс универсальность опять же какая-то да можно одно устройство использовать под вот все да вот какой-то офис вот какой-то объект включать различные различных потребителей так теперь по конкурентов среде в принципе в какую нишу мы идем где конкурируем что мы имеем так что в принципе вложила в голове возникло понимание если сравнивать с известными гендерами по видеонаблюдению то да у них присутствует ряд функций которые о которых я говорил 250 метров у некоторых других производителей тоже есть какой-то микс но вот у нас интересное решение тем что все эти три функции там 250 валан и косты они в одном корпусе реализованы в одних устройствах плюс по цене от вендоров занимающихся профессиональным видеонаблюдением мы отличаемся в разы там разница очень существенная если сравнивать с вендорами сетевыми то что мы получается имеем дополнительный функционал в неуправляшках да сетевые гендеры как правило таких функций не имеют и по цене мы опять же получаемся ниже это я все говорил про неуправляемые правоуправляемые соответственно следующая картина что по функционалу мы примерно на рынке но при этом чуть выше мощности и ценник как в целом мы поняли по данному производителю мы держим ниже ниже всех ну и отдельно собственно можно отметить решение под вайтак это мутаторы с питанием от солнечной панели а точнее с питанием 1 солнечной панели от аккумуляторной батареи и от стационарного источника питания применение ну понятно то есть это какой-то какие-то удаленные объекты где нет питания невозможно поставить генератор по каким-то причинам либо необходимо жестко резервироваться на питание то есть тройное питание используем из трех источников при этом в коммутаторе реализована функция ну скажем так реализован контроллеры которые управляют как панелью так и аккумуляторной батареи понимают когда нужно заряжать аккумулятор защищать глубокого разряда от перезаряда и так далее функционал мозги скажем так присутствует внутри непосредственно коммутатора дополнительно ничего не нужно докупать ряд портов поддерживает поя причем поя как активно так и пассивно в активном варианте поя до 60 ватт и поддерживает и есть применение как правило выглядит таким образом то есть это установка в ящик какую-то ручку до нее либо отдельно ставится аккумуляторные батареи и солнечные панели и солнечные панели соответственно решаются на эту вышку вот выглядит линейка на данный момент таким образом но уже собственно в родмэкер производителя там они достаточно серьезное расширение в этом направлении что мы имеем сейчас это коммутатор неуправляемый слева который собственно питается вот панелей 12 вольтовых справа это управляем коммутатора 24 вольта то есть на 24 вольтовых панелей можно питаться аккумулятор понятно можно поставить друг за другом так собственно про остальное я про них рассказал и идем дальше теперь про другого вендора про компанию тежинет тоже что из нее можно выделить подпроекты наблюдений предлагать подпроекты наблюдения это тоже китайская компания чуть помоложе с 2011 года существует достаточно много проектов реализовано в сфере отельной сфере можно отметить по данному вендора да и в частности в отельной сфере и по виде наблюдения много проектов этого сделать решение вот данного производителя мы позиционируем больше комплексное как комплексное решение под распределенную сеть нам необходимо не только коммутаторы питания камер использовать но и монобрейдеровое это решение поставить включая агрегационные свечи предагрегацию агрегацию и дополнительно еще предлагаем контроллер для удобства мониторинга управления данной мутационной сетью под виде наблюдения ну давайте по модельным пробежимся по данному вендору самое простое устройство это инжекторы на этом включение одной камеры полноценные 802 3 а т а и стандарт то есть активный боя какое пассивное видео не предлагаем собственно две модели слева 100 мегабитный вариант а и стандарт 15 ватт и справа по коммутаторам здесь можно отметить что начинается это все с мутаторов управляемых гигабитные коммутаторы соответственно в трех вариантах исполнения это на 8 камер на 16 на 24 бюджет общий бюджет коммутаторов достаточно высокий это 150-300-450 ватт также это активная поя 802 3 а т а и 30 ватт напор и полноценная функционная воль 2 тут в принципе можно сказать что как в айтеке как в тяженете он похож очень друг на друга но есть небольшие отличие дальше скажу веб-интерфейсы циск-лайп-интерфейс циск-лайп-клейт то есть на проблему администраторов по настройке данных устройств не возникает все пустоска работает по сручению ну и так далее то есть все что вольт 2 должно быть здесь есть плюс ко всему соответственно управление вот контролем возможно рабочая температура здесь чуть повыше чем в айтеке от минус двадцати до минус пятидесяти ой до пятидесяти градусов минус двадцати до плюс пятидесяти значит из дополнительного функционала поя можно отметить такие функции как автоматическая перезагрузка портает когда возникают нештатные ситуации допустим камера зависает и нужно с этим что-то делать вот коммутатор сам понимает что камера подвисла да пробует перезагрузить порт если перезагрузка не произошла тогда уже происходит уведомление аларм и администратор уже начинает искать где собственно проблема то есть это в автоматическом режиме работает плюс можно настроить по расписанию перезагрузка порта определенные часы и можно настроить непосредственно включение таймер включение по определенным часам это может использоваться для экономии и наблюдения допустим если вы понимаете что какие-то камеры какое-то определенное время но нет смысла их использовать там территория закрытая то зачем собственно переплачивать за хранилки да за место в хранилках то есть можно много сэкономить на бюджете хранилок в конце коммутаторов агрегации я на одном слайде собрал все это дело выделил наиболее ходовые вещи в принципе можно сказать что линейка производителя намного шире но вот то что мы предлагаем со склада да вот проекты под отгрузку видите перед глазами то есть начиная с L2 коммутаторов и заканчивая L3 контролем если говорить про L2 то четыре модели то две медные так называемые то есть на восемь медных поток на два четыре с различными оптическими и модель на нижней модели вот три пятьсот шестнадцать цвет 8g это на шестнадцать слп 16 оптических модулей гигабитных и восемь метров ворот L2 коммутаторы L2 плюс вернее коммутаторы это уже соответственно коммутаторы со статистической маршрутизацией то есть можно уже на предэкоррегуляцию использовать значит представлены двумя моделями это на двадцать четыре порта гигабитных с четырьмя гигабитными SFP портами под оптические модули и возможности установки еще модули расширения которых можно установить четыре 10g порты четыре SFP Plus модули и вторая модель это 16 оптических гигабитных портов на борту плюс восемь комбо портов то есть в максимуме можно получить два четыре оптических гигабитных порта и дополнительно можно в модуле поставить расширение на десяточные оптимки то есть еще четыре оптических 10g порта получить в L3 коммутаторах предлагаем в единоблиянии одну модель это L3 коммутатор 24 метных порта и четыре 10g SFP Plus порта на борту то есть модуль расширения не нужно устанавливать при этом есть статическая и динамическая маршрутизация L2 Plus и L3 коммутаторы можно приобретать по системе Try and Byte то есть стоите на объект пробуйте или стоите партнеру клиенту пробуйте показывайте и если все устраивает то происходит выгул если нет ну соответственно обсуждаем вариант возврата контроллеры контроллеры под это дело мы предлагаем в одном варианте на самом деле есть более серьезные вещи но касаемо видеонаблюдения предлагаем достаточно бюджетный аппаратный контроллер M3 с возможностью управления до 125 коммутаторами для чего в принципе нужен контроллер получается за небольшие деньги по единое окно в котором который автоматически строится и обновляет текущие топологи сети коммутационной в котором непосредственно можно управлять групповые настройки делать коммутаторами ну и мониторить состояние линков состояние портов и так далее достаточно удобно для администрации для управления так ну как того быстро сегодня так что на этом у меня в принципе все можно начинать задавать вопросы где посмотреть по совместимость модулей в принципе по по первому бедру по второму можно сказать следующее что такой вот заложки да как у циски хп и других серьезных видов у данных производителей нет то есть можно использовать любые и любых сторонних производителей будет все работать соответственно в тежинете есть небольшое количество своих брендованных сфп можно использовать и сторонних на ваше усмотрение на любой бюджет гарантии есть что все будут работать но еще раз мы проверяли с множеством производителей эту проблему берите любых производителей еще дорогих какие вам нравится по факту этот момент зависит в большей степени от коммутаторе такого функционального не проверяется и подключен вот он выдает собственно сразу на порт все что он умеет сколько будут стоить самые дешевые самые дешевые что если мы говорим про коммутаторы то допустим для примера в айтеке 4 портовый коммутатор самое самое бюджетное решение 4 на 4 камеры коммутатора в розницу стоит 30 долларов в принципе вы всегда можете запросить у нас прайсы действующие да и посмотреть линейку я думаю цены у нас приятно выделяю так у айтека есть ли по для управления коммутаторами нет на текущий момент по управлению коммутаторами производителя нету но в планах на следующий год я видел такую строчку забегая вперед могу сказать сразу что контроллером тижинет можно управлять только коммутаторами от данного производителя сторонние коммутаторами не получится говорить так ну давайте наверное на этом тогда заканчивать всем большое спасибо за внимание запись данного вебинара можно будет всегда пересмотреть на нашем канале в ютюбе обращайтесь к нам за прайсами за подбором за поддержкой так вижу еще один вопрос давайте на него финально отвечу и будем закругляться где можно ознакомиться с применением технологии смотрите еще раз после боя то есть неактивная боя когда патрон выдает стационарное напряжение оно применяется очень узко да и 99 процентов наверное применений это вайфай в точке доступа уличной или внутренней которые потребляют этот вариант питания и во первых там есть отличия по бальтажу по бальтажу вернее выдаваемым устройствами в отличие от активного порта на пассивном наиболее распространенный вариант это до 4 вольта но собственно есть и редкие решения можно встретить на 48 спасибо вот у нас решение пассивное боя предлагается под именно проекты вайфая под таких известных на российском рынке вендоров как ебикюти микротик вот под сегодняшнюю тему то есть под видео мы это не рекомендуем по понятным причинам которые я в самом начале рассказывал вот поэтому если мы сейчас друг друга поняли и говорим именно вот про пассивные именно вот про этот вариант то вот собственно применение это вайфай и можете не попозвонить я вам скажу собственно с чем тестировалось и какая совместимость существует и какие проекты как можно попробовать с этим зайти за счет чего вот а если вы имеете другое немножко поя так называемое преверсивное поя то это совсем уже отдельная история следите за новостями скоро будет надеюсь появится видео мы уже подготовили материальчик по этой теме там уже там совершенно другая технология да и к виде наблюдения к вайфаю отношениями непосредственно на этом все друзья спасибо еще раз за внимание четвертый квартал нужно закрывать планы на этом прощаюсь до новых встреч собственно ждем ваших звонков и прощений и писем спасибо до свидания